Комары летают. Ох, тут все открыто. Никто ничего с этим не сделает. Забор, конечно, выше всяких похвал. Как это может работать, если это вот здесь и сюда не подключили? Как так? Опаньки. Все в грязи и все в воде. Так и должно быть. Вон, смотрите сами. Все везде грязище. Смотрите, дверь. Вот так должно быть все. Молодцы. Так это по проекту, да? Расти. Это вот по проекту вот так. Как вы считаете, друзья, вот это нормально вот так? Вот это еще что такое? Вот провод здесь, провод здесь. Ничего не подключено. О, жиденько, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь, видите, красочки вот здесь хватило, а здесь уже не хватило. О, господи, смотрите, какой потолок. О, все, лифт доездился. Парадная 2. А почему так низко-то? Чтобы денежки дополнительно собирать. Господи, какая парадная. Парадная в царское время закончилась. Вот эта терраса для чего здесь, скажите мне? Либо дверь не открыть. Вот он угол, и он упирается куда? Вентиляция – это просто дырка в туалет. Вот тоже смотрю на ванну. Вот где-то вот трубы видите? Где трубы? А куда кровать-то? То есть они вылили бетон из технологической вот это отверстие, через которое проходит труба. На лэп, на город, на промку. По звуку понятно, что не везде есть пена. А где вывод-то по трубе-то? Где он? СКЦ – камень, сетка, штукатурка и выровненные стены по маякам. А вот здесь все ржавчине. Нехорошо так, уважаемый застройщик. И здесь закрыто. Качество, смотрите. Есть упаковка от стим-отопления, так и должно быть. Ух! Но тут, конечно, не видно, чтобы было все зачекально. Когда делали раскладку фасада, об этом, естественно, никто не подумал. И видите, что сделала уже управляющая, видно, компания. Вот так замотала. А лев тому вызвать не можно. Как так? Вот смотрите, практически порядок. Даже вот здесь малярный скотч оставили. Красиво смотрится штукатурка. Да, не дай бог, такая плитка на голову упадет. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в московском районе, где в двух с половиной километров от станции метро Московская застройщик РСТ сдал в свою первую очередь жилого комплекса Куба. Заходим, друзья, с вами на сайт Министерства строительства Российской Федерации. Вот мы видим жилой комплекс Куб. Первая очередь. Класс энергиоэффективности Б. А вот нам нужно посмотреть, когда, соответственно, сдали этот объект. Загружаем. И смотрим разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот оно разрешение. Видно, что сдали 20.06.2024. То есть чуть более месяца назад и уже выдают ключи. Что, естественно, лично для меня похвально. А если обратить внимание на сайт застройщика, то мы видим, что здесь Куб, счастье в Кубе, стоимость квартир. В общем, в принципе, про проект тут ничего такого особенного нет. Единственное, что расположена Кубинская улица, дом 82. Название прикольное. Куб – это геометрическая фигура с шестью сторонами из квадрата. Ну, в моем представлении, если комплекс называется, жилой комплекс Куб, то это какая-нибудь должна быть свечка, либо он какой-нибудь равносторонний, чтобы он действительно был похож на Куб. А вот, кстати, уже и жилой комплекс. Давайте внимательно все посмотрим. А вы меня обязательно, друзья, поддержите подпиской и лайком. Погнали! Вот мы с вами впереди видим уже жилой комплекс Куб. На Куб, конечно, он не очень-то похож, на мой взгляд. Монолитный конструктив зданий, этажность от 12 до, не помню скольки. И, соответственно, световые проемы все заложены газоблоком, и установлен вентфасад. Лично я не сторонник технологии вентфасада для Санкт-Петербурга, потому что у нас климат сырой, и, соответственно, расстояние между плитками туда попадает влага. Как она будет удаляться, сколько прослужит этот утеплитель, здесь, конечно, возникают вопросы. По мне, либо это окраска по бетону, либо, соответственно, это кирпич. Дома смотрятся достаточно неплохо. Однокомнатная квартира от застройщика здесь стоит от 9 миллионов рублей. Если взять соседние новостройки от застройщика Сеттл Групп, то там на 500 тысяч дешевле. То есть, однокомнатную квартиру можно приобрести от 8,5 миллионов рублей. Фасад смотрится неплохо. Обычный такой классический проект, советский, немножечко модернизированный. Ну что, в данном комплексе мы уже видим лёльку. Что-то они там достраивают, хотя уже начали сегодня выдавать ключи. Итак, мы что видим? Что есть трубы, которые выгорели давно на Солнце, где должна быть какая-то слаботочка, которой, к сожалению, почему-то здесь нет. И по мне это странно. Зато ввели в эксплуатацию. Значит так, друзья, по проекту. Есть скамейки, вот такая зона отдыха. В принципе, знаете, вроде всё так неплохо. Вот даже, видите, электророзетка, куб написано. Приямочек. Здесь мы видим для отвода воды, вот есть такое местечко, в котором спрятали пакеты. Знаете, у меня такое ощущение, что как колодца вылили, что вот туда она утекла и потом, соответственно, высохла. Есть утеплитель, какие-то другие стройматериалы. Вот видите, уже угол снесли и, соответственно, достроить забыли. Ну и вот так видно примыкание. Здесь такое ощущение, как будто это мокрый цемент. Это такое ощущение, что как будто там грязь оттуда вылезла. Фасадик, конечно, такой, знаете, местами вот видно, да, вот что он пыльный, грязный. Но к этому, ладно, придираться не будем. Вроде пока всё ровненько смотрится. Дома, напомню, расположен, вернее, второй этаж на стеллобате. Кто, соответственно, приобретает второй этаж, у того будет, если окна во двор, то это будет первый этаж. Помните об этом. Вот здесь видны кляймеры. Сразу, знаете, вот вид друга, вот кляймеры видны. Вот здесь их не было. А выше опять они пошли. Ну, грязь, конечно, и... Ну, так. Не сказать бы, что совсем плохо, но, на мой взгляд, на мой вкус, могли бы сделать и без них. Озеленение. Небольшой детский садик с беседочками. Из плюсов большущие окна. Смотрите, какие классные. И мне нравится, что сами створки чёрного цвета красиво смотрятся. Видим с вами лоджи с панорамным остеклением. С забралом, да, для притока воздуха. Переходные балконы. Лесничные марши. Куб. Третий подъезд. Система домофонии. Домофония. Вон там дальше, за забором стройка. Мы тоже с вами посмотрим. Ну, вот видно, да, что детский садик-то ещё до конца не достроен. Фасад не доделан. Ну, вот, в принципе, двор, получается, первой очереди. Ну, как... Не сказать, что здесь, конечно, много всего. Озеленение тут тоже, кроме вот таких низкорастущих хвойных каких-то растений, больше ничего нет. Обычное, соответственно, безопасное покрытие для детей. Два гнезда. Ещё вот такое гнездо прикольное. Паутинка. Ну, в принципе, двор делал неплохо, а вот там уже дорога. Вот с этой стороны, чтобы вы понимали, это промка, которую никто никуда не уберёт. Линии электропередач, лэп, называются. Вот так смотрится фасад и, соответственно, сам этот двор. Так что, друзья, напишите в комментарии вашу оценку, как у вас вот на первый взгляд ощущения от этого проекта. Чуть было не проскочил мимо прекрасных берёзок. Видим, что они вот как-то, знаете, покосились, их посадили. Но, естественно, их нужно поливать, потому что, вот, видно, подзасыхают, веточки все вниз опустили. Как-то, знаете, печально всё это смотрится. Такие, типа, дайте воды, дайте воды. И никто им воду, к сожалению, не даёт. Здесь всё вот из такого камня. Смотрится реально красиво. Молодец, застройщик постарался. В Орне вот такой мы видим. Какую-то белую, беловатую воду. Какой-то мусор. Хабарики, ну, как и должно быть. Возможно, здесь, я не знаю, вот это для мусора, или здесь это всё-таки... А, это арматура торчит всё, извините. Ну, вот здесь должно было что-то быть, но, почему-то, здесь этого нет. Ну, вот тут, если смотреть вот так внимательно на фасад, то, конечно, можно было постараться получше. Можно было бы. Да, не дай бог, такая плитка на голову упадёт. Ну, а так, вроде, всё, знаете, неплохо сделано. Пока придраться особо не к чему. Отмостка из брусчатки. Смотрится красиво. Коммерция. Вот, видите, чтобы стекло не влепилось, вот такой жёлтый круг. Система допуска. Ут-джин, наверное, китайская какая-то. Значит, интересно, смонтировали, похоже, её приклеили, потому что, вот видите, места под саморезы, они не задействованы. Ну, понимаем, вент-фасад, направляющая, воздух и утеплитель. Дверь открыта. Здесь мы видим сразу такую щётку, об которой можно вот так ноги вытереть. Элементы наклеек, вот их здесь оставили. Здесь у нас красивое панно под дерево. Видите, угол, по плитке угол. То есть, вот такая у них какой-то есть. Ну, вот тоже, да, вот если вот, ну, не обращаясь в такие места, то есть, видно, вот немножко беленько. Красиво смотрится штукатурка. Здесь красиво смотрится. Дальше вот эта вот картомера, так называемая, да, светодиодная подсветка, грилята, всё так чётенько, красивый потолок даже окрасили. Проходим дальше. Здесь мы только можем увидеть, что вот отсутствуют заглушки здесь. Надеюсь, поставят. Мусор. Даже здесь вроде так ничего окрасили. Здравствуйте. Ну, вот если бы, да, вот не вот такие места, то вообще было бы всё чётенько. Здесь у застройщика. Смотрится входная группа. Неплохо, неплохо, друзья. Колясочная, наверное, да? Вот фиг поймёшь, без указателей, что это. Колясочная или ещё что-то. Что это? А, лопомойка? И всё закрыто, естественно. Мне вот подсказали лопомойка. А, вот лифтовой холл. Значит, ну вот смотрите, первое, да? А, лифтовой холл здесь расстояние, в принципе, не много. То есть нормальное расстояние. Под углом вот так стоят указатели лифтов, очень красиво. Обрамление чёрное красиво смотрится. Потолок смотрится красиво. Всё хорошо. Даже вот здесь малярный скотч оставили, чтобы мы знали, что он точно здесь есть. Ну вот смотрите, вы обычный родитель. У вас есть дети, у вас есть коляска, там есть бабушки, дедушки. Вот вы выходите, и нужно будет вот эту дверь открывать. Понятно, да, что в скором времени доводчик снимут, и будет она просто открыта, потому что, ну, некомфортно так делать. И здесь, друзья, знаете, здесь душновато и очень влажно. И обращаю внимание вот на этот уголок. Вот здесь, конечно, что-то, знаете, вот здесь плитка прямо почти заподлицок стенки, а здесь нет. Ну, как-то вот немножечко не доделали. Али в цотиоте, смотрите, ничего себе, смогли, успели. Так, посмотрим первый этаж и пойдем дальше. Второй, вернее. Поднялись на второй этаж. Коридор. Шумоизоляция. Сантиметр. Ну, такая неплохая. Неплохая, друзья, неожиданно. Электрощитовая. Грязи немножечко. Тут практически порядок, можно так сказать. Не хватает коробов. Здесь, здесь. Это слаботочечко вся ваша пожарка. Указатели квартирные. Табличка. Причем, кстати, вот здесь прозрачное стекло, а здесь оно такое, знаете, то ли пленка, то ли окрасили. Ну, звонки, конечно, вот. Посмотрите, сколько это стоит в Леруа. Здесь должны быть пожарные рукава, соединены муфтой. Все есть. Пуск пожаротушения, зуммер работает. Можем полагать, что это все работает. Так, что там? А, там видно соседний тоже есть. Вот, видите, молодцы. Коридор смоется неплохо. На потолке черного цвета плитка. Эту плитку уже пора заменить, обратиться по гарантии. Ну, в принципе, да, так. Комфорт класс. Здесь широкая плитка клинга не хватает. Не сказать, что здесь особо грязно, но клинга здесь, друзья, не хватает. Видите, пожарный кран. Ну, как что у нас тут? Вот, видите, у РСТ все есть. А почему-то некоторых застройщиков ничего нет. Хо-хо-хо, тарарарарарам. Смотрите, ну все одинаково. Даже в премиум или этом сегменте. Очень-очень странно. А это, друзья, наша с вами безопасность. Выходим с вами в лифтовой холл. А лифта мы вызвать не можем. Как так? Вот, смотрите. Все. Кнопочка вызова одна. Переговорное устройство. Лифт на первом этаже. Ну, пойдемте на первый этаж посмотрим. Ну, зато вот здесь это что-то, по-моему, кусок утеплителя. Так и должно быть, по проекту. Тут мы видим, что застройщик клеит название комплекса Куб. То есть они сдали, а сразу приклеить забыли. Либо это значит, что так по проекту не должно было быть. Снова идем, друзья, в лифтовой холл первого этажа. И, соответственно, здесь попробуем вызвать лифт. Да, ну, вот видите, не судьба. И вот как застройщик подготовился, как он решил, что сюда будут люди подниматься в данный объект. Ну, вот мне, честно, тяжело представить, как можно на верхний этаж с покупками и стиральной машинкой тащиться. Ну, а так вот здесь, видите, смотрится хорошо. Сразу видно, что третий подъезд, какие квартиры есть. То есть молодцы. И вот здесь, смотрите, вот это место для подачи воды, для того, чтобы, соответственно, поливать всю вот эту красоту, все это зеленье. Но, вот он вывод. И видите, что сделала уже управляющая, видно, компания вот так замотала, потому что, ну, понятно, сюда надо что-то подключить. Ну, и, соответственно, как это все будет закрываться, никак. Я не уделю, что со временем. Вот видите, уже ржавчина, уже по гарантии надо обращаться вот это все менять. Потому что, когда они вот отбили краску, надо было хотя бы подкрасить, но уже поздно. Вот видите, все в ржавчине. На плитке какие-то тоже окалено. В новом доме. Вот здесь почему-то, видите, здесь и здесь отсутствуют капельники. А представьте, на всем доме, если они отсутствуют. Это же какая экономия. А возможный проект на решение. О! Вот это, да? Когда делали раскладку фасада, об этом, естественно, никто не подумал. Красота, да? Что тут скажешь? Ну, это получше держится. Так и должно быть. Такие уголки тоже так должно быть. Так, что у нас тут? Спуск в подвал. Это у нас, полагая, лестничный марш. Вот здесь тоже вот такая сетка для того, чтобы ноги вытирать. Так, дверь открыта. Ну что, пойдемте на самый верх. Итак, пахнет краской. Все бы ничего, если бы не вот это. Но тут, конечно, не видно, чтобы было все зачекалино, как это вообще положено по пожарным нормативам. Ну, хотя бы, не знаю, накладочки бы какие-нибудь приклеили. Да, тут так вид, конечно, страшноватый. Ну, и, конечно, видим, что здесь, по идее, должен быть магнитный замок. Но вместо него здесь просто обратите внимание. Намотаны провода. Проектное решение. Мусор, грязь так и должно быть. Ну, хоть не грохочет, уже лучше. Вот ограждающая конструкция. Как поезд, да? Тук-тук. Молодцы. Здесь плитка на лестничном марше. Грязь, пыль. Это все по проекту. Держится все на сварке. Здесь, обращая внимание, красили, забыли убрать малярный скотч. Но это мелочи. Надеюсь, все это устранят. Есть ограничитель двери. Есть упаковка от стим-отопления, так и должно быть. Ага. Вот здесь, смотрите, такое, знаете, ощущение, что... Что вот эта... Чиканка вниз ушла. Вся. То, что было. Высший этаж. Здесь уже просто голый бетон. Обычный лестничный марш с завода. Ну, так по советским традициям. Вот так красивенько окаршено. Мусор. Вон они, видите, гильзы торчат. А в гильзах, что у нас там похоже на цемент. Да. Пленка и отсутствие нумерации, на каком, соответственно, мы с вами этаже. Ну, вот здесь окрасили. Вместе с плинтусом. Так и должно быть. Все четко по проекту. Качество, смотрите. Вместе с тем, что у нас есть. Вот. Вот оно просто везде здесь, друзья. Качество. Окраски. Причем вот это все художество. Видно, что вот оно вот-вот только сделано. После сдачи уже. Соответственно, дополнительные плюшки, которых не было в проекте. Поднялся на последний этаж. Здесь, видимо, леса, опалубка, козлик. Ох, и дверь закрыта. Эх, какая жалость. А так хотелось выйти и посмотреть, что там. Здесь-то хоть открыто. И здесь закрыто. Вот представьте, друзья. Не дай бог срабатывает пожарная сигнализация, задымление. И как вообще можно выбраться из этого суперздания. Да, можете сказать, что еще не выдали ключи. Но здесь есть рабочие. Раз вот столько стройматериала, которые заканчивают отделку. Нехорошо так, уважаемый застройщик. И неправильно это. Мне даже в голову не могло прийти, что могут быть закрыты двери на переходные балконы. О, а здесь открыто. Непонятно, какой этаж. Выходим. Очень душно на лестничной марше. Очень. Окна, видно, не открываются. Вот здесь выходит уже прохлада. И можно вытереть пол под с моей лысой головы. Здесь тоже есть интересное проектное решение. Ну, во-первых, про подрезку плитки я здесь молчу. То есть где-то она вот правнее, где-то она здесь покривее. Ну, можно сказать, что да, придираешься. Но вот это же все бросается в глаза, друзья. Почему нельзя было сделать ровно? Непонятно. Ну, и вот здесь тоже. Вот это красили уже потом. Вот краска есть, знаете, еще даже мягкая. А вот здесь все ржавчине. Вот она и пойдет дальше ржавить. А это ваши деньги. Не забывайте об этом. А вот этот двор, который мог быть двором комплекса, естественно, частью по забору. Это принадлежит детскому садику, который, видно, еще не доделан. Надо посмотреть, сдали ли они детским садиком. Как это обычно бывает или все-таки нет. Выходим у нас здесь выход квартирам. Дверь без окна для безопасности. Квартиры здесь, обратите внимание, все на распашку. Нумерация такая же, которая... Здравствуйте. Которую мы с вами видели. А аналогичные звонки. Аналогичный потолок. Аналогичные, соответственно, светильники. Лифтовой холл аналогичный, в котором не работают лифты. Вот можно посмотреть. 270-я квартира с прекрасным видом. Тук-тук, мы зайдем. Это у нас, друзья, студия. Студия здесь от 17 квадратных метров. Отделка предчистовая. Мы видим хорошо уложенные трубы. Горячая холодная вода. Везде есть тепло-шумоизоляция. И выровнены стены по маякам. СКЦ камень. Сетка. Штукатурка. Слушайте, очень, вот на первый взгляд, достаточно красиво смотрится. Понятно, что нужно измерять. У меня с собой такого оборудования нет. Студия небольшая. Ну, форма, в принципе, нормальная. Но, конечно, хотелось бы, чтобы студии было как можно меньше. И вот, кстати, здесь отмечу, что в квартире есть клининг. Видно, что мыли. Вот видите, уголок не дотерли. А так все неплохо. Здесь есть тоже стекло больше света. Хорошо открывается окно. Ох, как здесь жарко, душно. Даже на этой лоджии. Выходим на лоджию. Из плюсов у нас есть розетка. Прекрасный вид на лэп и на промку. И вот смотрите, что здесь у вас из-за окна видно. Миграционный центр. Мигрантов там будет толпы с утра и до вечера. ЗСД. Открываешь, да, сразу шум. Пулковские высоты. Но вот этот вид у вас будет постоянно. Он никуда, друзья, не денется. Самые большие квартиры, как я здесь, в Торцах. Вот, смотрите, тут все есть. Все, хватило. Молодцы. Тук-тук, добрый день. Я зайду, поснимаю, вы не против? На камеру, говорю, поснимаю, вы не против? А, хорошо, да. Благодарю. Так, однокомнатная у нас, друзья, квартира. Нормальная прихожая. Шкаф можно, наверное, вот сюда поставить. Автоматы. ЕКФ. Везде все подписано. Нужно добавить. Розетка под роутер. Розетка под радио. Непонятно, где у нас спрятал застройщик. Интернет-кабель. Его, похоже, нужно будет отдельно проводить. Я здесь его не вижу. Если кто-то знает, где он должен быть, напишите в комментариях. А ванная. Выровнено все по маякам. Все аналогично. Да, это вроде и так неплохо, да? Ну-ка, давайте проверим. У меня же есть суперфонарь. Вот стаканы уже все видно с ржавчиной. Гидроизоляции здесь просто не вижу. Вот она черная видна, наверное. Но она должна выходить на 15-20 см. Она не выходит. Это, в принципе, для меня ничего не критично. А сверху мы видим, что вот здесь почему-то муфты нет. Вот они что-то пытались обвязать трубу, но она порвана. Это уже неправильно. Вот там ржавчина проступает. Вот здесь ржавчина проступает. Вот как-то так. Как-то так. Вентиляция обычная сборная. Вентиляция. Бетонный завод. Они вот так штукатурили. Комната. А, нет, это кухня должна быть, да? Да. Или нет, комната получается. Вот смотрите, вот вентиляция есть, значит, это у нас что? Кухня. А где вывод-то по трубе-то? Где он? Вот под плиту духовку. Вот еще розетка на фартук. Наверху под вытяжку. А где трубы, друзья? То есть получается, ты должен сам все сверлить, еще дополнительно нести расходы. Белая отделка. Окна большие. Вот он, дополнительный модуль. Вот он и вот он. От учета стандартных окон. Да, здесь, конечно, шум. Вот на стеллобате мы видим. Потому что я сразу в начале видео показывал детскую площадку. В принципе, все. Сейчас еще одну комнату посмотрим. По звуку понятно, что не везде есть пена. Есть радиатор, подводка снизу. Ну, вот так, конечно, здесь кусок стяжки видно, видите, они доливали потом. Выглядит это так себе. Там могут быть нюансы в дальнейшем. И у нас с вами еще жилая комната. Здесь большое количество света. Получается, два больших окна. Ну, вот здесь, понятно, поставить надо кровать. Здесь, возможно, какой-то шкаф, телевизор. Значит, здесь у нас также вид на лэп, на город, на промку. Здесь у нас вид на соседний комплекс телобат, дорогу с промкой. Ну, вот такая, друзья, квартирка. Однокомнатная квартира 269. Разрешение строителей сюда я зашел. А здесь все аналогично. В принципе, так все неплохо, за исключением некоторых моментов. У нас кухня. И, обращаю внимание, все так же, как и в однокомнатной квартире. Вот нигде не сделаны выводы. Это, конечно, по мне, специфическое решение от уважаемого застройщика. Очень много студий. Ага, коллекторная открыта. Коллекторная выглядит вот так. Тут, конечно, не хватает, знаете, клининга и хотя бы стяжечку сделать. Держится крепко. Теплоизоляция есть. И самое здесь интересное, друзья, это вот этот, смотрите, обращаю внимание. Вот был приемок. То есть они вылили бетон из технологической вот это отверстие, через которое проходят трубы. Сразу вопрос к проектировщикам. А нафига такое отверстие, если здесь всего лишь две трубы? То есть вы просчитали. Если у вас допотопный проект, наверное, с советских времен, когда здесь что-то больше проходило, просто так и лепите. Видим ржавую арматуру. Ну, то есть ржавая, она хорошо, к ней лучше бетон и цемент будет на ней держаться. Но вот видим, обратите внимание, что завели немножечко в перекрытие арматуру. И вот просто сверху, знаете, такое ощущение, что цемент накидали, а то, что вот здесь его нет. А, и так нормально. Ну, и на трубах отопления тоже нигде не видим. Противопожарных муфт, лент вообще ничего нет. И вот, знаете, у меня вот такое ощущение, что вот здесь вот эти трубы должны были быть с другой стороны. Под них все было сделано. Вот здесь видно, тут утеплитель подпихнули, дырка есть. Пеной подзапенили, закидали этим клеем плиточным. Ну, и все. Вот так все это выглядит. Поэтому не удивляйтесь, если в квартирах будете слышать со сей день. Квартира 273. Ох ты, какой. Вот знаете, здесь такое ощущение, что надо написать, где живет там Вася, Петя, Андрин. Шкаф сюда влезет. Вот такой тоже, даже, наверное, не шкаф, а, знаете, где внизу под обувь. И вот здесь просто оперативная одежда будет размещена. Ну, вот 17 метров, друзья. Ну, это реально такая, очень компактная. Одному, знаете, вот купил квартиру, потому что ты в Питер ездишь часто в командировке, и это вот просто хочешь жить в своем. Вот я, например, смотрю сюда, вот. Тут розетки. Куда чего поставить? Вот это кухонная зона. Ну, здесь хотя бы вот так кухоньку поставить. А куда кровать-то? Вот сюда к стенке куча розеток. Сюда поставить тоже. Просто здесь, друзья, катастрофически, по мне, не хватает места. Хотя, в принципе, и большая площадь. То есть ты вот куда-то вот сюда поставишь диван, например, на котором будешь мучиться и спать. Ну, и также прекрасный вид на миграционный центр. Линии электропередач, пронку, ЗСД и город. Комфорт-класс. 274-я квартира. О, тут все в порядке. Молодцы. Раз, два. Двухкомнатная квартира, друзья. Неплохая по площади. Ну, тут, в принципе, все как обычно. Планировка, кстати, такая классическая, советская. Вот большая вот такая прихожая, где вот шкаф, наверное, только вот сюда. Какой-то одностворчатый можно поставить. Больше, в принципе, здесь места нет. И раздельный санузел. Это ванна с гидроизоляцией аналогичная. Вот тоже смотрю на ванну. Вот где-то вот трубы видите? Где трубы? Я вот вижу, что вентиляция – это просто дырка в туалет. Шикарное решение. И будет шикарно работать. Вот как в советских панельках. В некоторых есть серия, где вот вентиляция, она вот такая. Ну, понятно, отнимаешься. Весь пар должен идти туда и из туалета. Ну, да, решение такое. По мне, оно, друзья, нерабочее. Давно уже. Причем нерабочее, учитывая технологии, которые есть на данный момент. Ну, и нигде я здесь не вижу труб. Ни труб, ни отверстий, ни канализации, ничего. Где у меня должна быть канализационная труба? Она должна здесь быть. Почему и здесь нет? Почему нет выводов под холодную, горячую воду? То есть мне самому стенку надо долбить, разбирать. Ну, как-то так. Как-то так. И вот он, друзья, санузел. В санузле вот она труба. Здесь, смотрите, из нюансов. Вот он угол. И он упирается куда? Правильно, прямо в трубу. Горячей или холодной водой. Так и должно быть. Шикарное решение. То есть вот этот угол должен быть хотя бы сюда повернут. Про гидроизоляцию я вообще молчу. Вот тут, видите, черненькое тут есть, а больше нигде нет. И не надо. Ну, и вот она сама вентиляция. Вот она. И каким-то чудесным образом вот весь пар, вот это все должно идти, идти, идти. И попасть уже вот сюда, вот в это отверстие. Ну, что вы сами считаете, уважаемые подписчики? А будет ли здесь хорошая вентиляция? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Зато здесь есть гардеробный. Шикарнейшее решение. Все штукатурено. И вот такая кухня-гостиная с двумя окнами. Здесь у нас, соответственно, когда большая квартира, есть еще дополнительные трубы. Вот они. Вот надо, конечно, знаете, вот интересно было бы посмотреть все... А, ну, по идее, да, вот здесь в квартире зачекалина. Лента здесь, а там уже ничего не видно. Но зато теплоизоляция держится практически нормально. Счетчики, которые, видите, уже начал крутиться. Так как здесь душно, даже не знаю, справляется ли эта вентиляция или нет. И здесь с видом на прекрасный комплекс с вентфасадом. Керамогранитные здесь панели, такие же, какие здесь. Ну, вот смотрите, что со временем с ними стало. А кто знает, что это за комплекс впереди, напишите, друзья, пожалуйста, в комментарии. Ну, пойдем смотреть дальше. Здесь еще есть много чего интересного. Судыня. И еще у меня к знатокам есть вопрос. Есть противопожарные нормы. То есть ширина пролетов, лестниц, все. То есть вот отсюда, не знаю, допустим, начался пожар, эвакуация, там неважно, из-за чего, какое-то ЧП. Все жители бегут вниз, двери даже, допустим, открыты. Вот здесь, смотрите, открывается дверь. Кто-то ее открывает, и все. И здесь у нас что получается? Здесь получается пробка. Толпы людей сбиваются, выходят, все хотят выйти, либо дверь не открыть, либо переграждая всем путь. Ну, тоже, конечно, такая специфика. Ну, может быть, здесь я не прав, но вот по мне должно быть здесь шире. Ну, и еще один из нюансов, это осмотрим. Вот он, переходной балкон. Вот сюда выход в квартиры, сюда у нас, друзья, выход на лестничный марш. А вот это нафига? Вот эта терраса для чего здесь, скажите мне? Для чего здесь вот эта грязная, неотмытая терраса? Для чего пропадает столько места? Вот что это за проекты? Я не знаю, ну, здесь, знаете, вот можно жителям, например, вечерами собираться и сидеть, то есть поставить стол, стулья, ну, просто столько площади, и вот не знаю, для чего это. Почему такое решение? Очень-очень, по мне, странно. Так, у нас это спуск в паркинг. Ну, так себе. Дверь закрыта. Вход в какой-то из подъездов. Какой? А, второй квартиры. 131, 228. Вот, видите, все аналогично. Только-только вот начали все приклеивать. Лучше за крестиком отметили. Здесь нельзя сказать про барьерную среду. Здесь, ну, барьерная, вернее, она и есть. Потому что вот подняться с ребенком здесь, конечно, не очень суперски будет, да? Если только лифт не идет на первый этаж. Сейчас проверим. Куб. Видно, что только приклеили. Смоется неплохо. Хороший, дорогущий радиатор отопления. Ну, давайте попробуем здесь вызвать лифт. О! Здесь он вызывается. Кнопочка, по крайней мере, включилась. Но почему-то не открываются двери. При этом и этот на первом этаже, и этот на первом этаже. О! А, смотрите, это получается нулевую. Ровень буковку L он показал. Заходим. У нас вот такие. Вот он такой. Проходной. Минус первый этаж. Так, поехали на первый. Со светом здесь тяжело. Никакого тебе добра пожаловать домой. Первый этаж. Первый этаж. Слушайте, шикарно. Можно с коляской заехать сюда и подняться. Вот-вот здесь молодцы. Все, беру свои слова обратно. Выходим. Первый этаж. Значит, нам, чтобы пройти, нужно вот, соответственно, тоже преодолеть большое количество дверей. А здесь видим почтовые ящики. Красивенько. Вот такой малиновый цвет, наверное. Да, его можно назвать. Ящики нормальные. Клинга почему-то не хватило. Здесь почему-то вот слаботочечка. Даже не слаботочечка, не знаю, просто какой-то желтый пластик. А, слаботочка, да. Вот тоже, видите, доводчик. То есть не доделали. Здесь мы видим мусор. Здесь мы видим куб парадная. Господи, какая парадная. Парадная в царское время закончилась. Тут закрыто. Подсветочка неплохо смотрится. О, информация под управляющую компанию, чтобы денежки дополнительно собирать. Еще одна дверь. Господи. И вот сюда выходишь. А почему такой низкий потолок метра два? Это колясочная. А почему так низко-то? А что, нельзя было сделать вообще полтора метра? Потому что коляски-то и так, в принципе, невысокие. Сделали бы здесь вот реально два этажа, два уровня. Мы бы сгибались, говорили вам спасибо, и сюда бы заползали. Шикарное решение. Это похоже под вентиляцию. Смотрите. То ли вентрешетка кривая, то ли с потолком проблема. Да, что-то здесь я не очень-то доволен тому, что я вижу. Так, а что у нас здесь? Тарараран, все есть. Что там? Нигде ничего не течет. Ну-ка, что зумером? Ну что, друзья, а вот здесь зуммер не работает? Не работает. Гляньте, какая трындец. Это тоже именно вот так промыли, и все. А дальше не надо. Вызываем лифт. Уотис. Поедем наверх, потом поедем в минус первый этаж. Парадная дваэтажность от второго по двенадцатый. Это еще малоэтажный. Плиточка красиво смотрится. Все ровненькое. Небольшие уступики есть, но везде хватило затирки. Вот такие видные места. Вот у них скололась поедка. Подмазанный так пойдет. Это же комфорт класс. А так, в принципе, неплохо. Но первый нюанс, это вот повторюсь, это дверь. С коляской выходишь, крупногабаритным. С мешками из ленты из океи. Блин, и вот эту дверь надо туда-сюда открывать. Ну, по мне, это дурость. О, все. Лифт доездился. Класс. Уже нужно оставлять заявки по гарантии для того, чтобы что? Чтобы его настроили. Да. Ладно, подождем. Пока ждем лифт. Обращаю внимание, что вот здесь уже серебристая окантовка. Тоже, кстати, красиво смотрится. Такая матированная, прикольненько. Посмотрим, что выше. Прикольный лифт остановился на четвертом, на пятый не поехал. Пятый проехал и приехал на двенадцатый. Выходим, друзья. Сим, всем откройся. О! А у нас тут темно, смотрите, как здесь красиво. Сейчас вам все покажу. Да. Теперь понимаете, почему я с фонариком хожу? Потому что, о, господи, смотрите, какой потолок красивый, чистый. Господи, как хорошо все отмыто. Вот тут короб забыли. Провода сюда. Ну, да, двенадцатый этаж крайний. Вот как-то так сразу герметик в углу виден. Если вдруг трещинка будет, чтобы не так заметно. Грязь какая-то. Вот это управление лифтами. Трубы амурской волной идут. Вот здесь, видите, красочки вот здесь хватило, а здесь уже не хватило. Ржавчина. Зачекание на теплоизоляции. Выходим. Межквартирный коридор. Стандартная нумерация. Тут потолки на последнем этаже, кстати, 3 метра, заявленного застройщика. Вот обратите внимание, большое, вернее, здесь широко. Единственное, что местечко, если это вот это выходит, так, ну-ка, все на месте. Зуммер, зуммер здесь работает. И, конечно, квартир получается, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь квартир на площадке лещины. Это, в принципе, не так-то и много. Так как мы квартиры были, здесь, в принципе, все одинаково, поэтому мы с вами выходим через тамбур, где у двери уже отклеиваются уплотнители. Нужно оставлять заявки по гарантии на переходной балкон. Здесь стяжечку черную покрасили. Или это асфальт? Так, делаем вот так. О-о-о, жиденько, друзья. Да, здесь уже, знаете, это двенадцатый этаж, это страшнее. Выходим с вами на лестничный марш. Вот, тут все открыто. Можно подняться выше. Оделка, кстати, красивая, хорошая. Вот, увидим, да, вот строители вот это бахнули, вот так же нужно это заделывать всем. Здесь оставили для потомков кусок газоблока. И купал, это, видно, с кровли. Ну что, повезет нам, открыто нет. Ах, закрыто. Ладно. Так, вызываем лифт и едем с вами куда? На минус первый этаж. Потому что это тоже очень интересно. Вот тут тоже, видите, как так? Как так? Что случилось? Вон, видите, вот уже ржавчина уже на клеймерах. Вот оно. Плитки вроде пока не падали у нас еще в Питере. Но, возможно, все впереди. Минус первый этаж. Смотрим, какая откроется дверь. Очень здорово, что мы хотя бы сюда приехали. Оно, даже дверь открывается. О, тут светло. О, смотрите, друзья, ну-ка. Здесь прохладно. Но при этом, смотрите, вот знаете, такое ощущение, что я на обычном этаже. Вот так и должно быть везде. Такая же отделочка. Вот видите, вот не считая вот этого. Надеюсь, приклеит. Приклеит его. Выходим. Тут у нас, а, вент-камера, понятно. А вот это у нас что? Паркинг. Прохладно. Есть везде разметка. Вот видно, что вот это мокрое. Вот оно, вот оно мокрое. Вот здесь тоже мокрое. Время покажет, конечно, где и что, как. Ну, вот смотрите, вот он. Вот провод здесь, провод здесь. Ничего не подключено. Здесь это вот так подключено. То есть где-то сработает, а где-то, похоже, нет. Такое ощущение, что у нас еще какая-то, знаете, то ли здесь наладка идет, то ли еще что-то. Но самое главное, что все сдано. Заезд-выезд. Коммуникация смотрится нормально. Есть вот такая тепловая защита. Здесь все в влаге. Вот он, получается, приемок. Насоса здесь нет, потому что если был бы, он бы все высасывал. Вот он здесь, наверное, не нужен. Проектное решение от застройщика. Так, куда-то здесь выход. Вон, видите, вон даже капли видны. Вот он, влага. Закрыто. Вот тоже, да, вот гофру. Вот почему вот так гофру. Гофра должна быть по-другому подведена. Все должно быть красиво. Ну, вот здесь видно, да, что вот камень просвечивается. Вот видна сетка, штукатурочка. То есть, ну, до конца не доделана. Тут уже все сломано, но зато есть пожарная рукава. Паркинг большой, высокий. Ну-ка, вот еще одно из низких мест. Вот, тут тоже все в влаге. Причем насоса здесь нет. Вот здесь есть только труба. И должно быть очень высоко подняться, чтобы это куда-то уходило. А, подождите, в принципе, вот насос здесь должен быть. Но его тут нет. Потому что даже есть электричество. Хотя странно, что так сделано. Так, о, а тут у нас что? Пеноплексик вот так придерживает трубу, смотрите, чтобы она к стеночке не прижималась. Это вот по проекту так, раз все сдано. Подключение, конечно, ну, вот, как вы считаете, друзья, вот это нормально вот так? Вот это еще что такое? Я не удивлюсь, что это вот подрывают. Даже просто дети ради интереса возьмут и дернут. Вот по мне вот это решение сделано, вот я не знаю, но вот так это по проекту, да, расти. Это вот по проекту вот так. Это вот так должно быть? Вот так должна быть подключена система пожаротушения. Вот здесь тоже видно что-то мокренькое, да? По периметру. Может быть, это, кстати, конденсат. А здесь они, вот, проектное решение почему-то другое. То есть везде все по-разному, все по проекту. Так и должно быть. Как елочная игрушка. Только очень дорогая, да. Не успели принять квартиру, как уже пора писать заявки по гарантии. Вот здесь видим влагу. Непонятно, откуда она. О, а здесь вообще шаром покатит. Смотрите, ничего не сделано. Может быть, это уже вторая очередь, которую еще строят, конечно. Это же сверху непонятно. Скорее всего, да. Паркинг большой. Но паркинг хороший, высокий. Мне вот это нравится. Ну, вот, видно, что недоделано. Почему недоделано? Это вопросы к застройщику и к гострунадзору, который выдал разрешение на вод. Ох, тут уже попрохладнее, попрохладнее. Насосная станция. Смотрите, дверь. Вот так должно быть все. Молодцы. Здесь еще что-то. Вот тут, господи, открыта труба. Вентиляция. О, а вот и подвал. Тряпочку аккуратно положили, чтобы ноги вытирать. Офигеть, тут грязище, друзья. Тут, во-первых, низко. А все во влаге. Вот, знаете, влага, ощущение, что просто прорвало трубу. И поэтому здесь только влаги. И вот это должны сушить. Но никто не сушит. Вместо стяжки здесь грязь. Вот даже не хочу идти дальше обувь пачкать. Все в грязи и все в воде. Так и должно. Вот, смотрите сами. Все везде грязище. Арматура так тоже должна торчать. Вот там сверху разговаривают, а я их слышу. Качество. Ну-ка. Аккуратненько. Еще у нас тут было. О, тут дырка наверх. Да. Шикарно. Ладно. Пойдемте за лайками. Аккуратненько. Ну, видите, все мокрое. Скорее всего трубу прорвало, и все потекло. Ну, вот такое ощущение, что вот оттуда тоже подтекает. На уж. Я как сталкер. Тут он, смотрите, здесь тоже. Красота какая. Сдали, получили денежки, и все. О, моя любимая тема. Смотрите. Опа, некий. И он уже работает. Но за строчкой я это делать не буду. Я вот тоже обращаю внимание, что нигде нет указателей. Вот выход туда, понимаешь? Где какой подъезд, где какие квартиры, нифига не написано. Во мне это непорядок, как и вот это. Вот видите, вот здесь гофру смогли вот так нормально посвятить, а здесь вот нормально и так. Шикарное проектное решение. Шикарную гем. Вызываем лифт. Вообще непонятно, при этом или нет. И тишина. Ладно, пойдем к соседям. Я вот даже не помню, откуда я выходил. Это тоже, да? А, я откуда выходил. Все, и ручка вот так осталась. Пять баллов. Вот еще классное проектное решение. Красота. О, ништячки. Куба жилого комплекса. А, вот отсюда я заходил. Общается эти. Как это может работать, если это вот здесь и сюда не подключили? Как так? Уважаемый застройщик. А вы, уважаемые жильцы, это ваша безопасность. Пожарная причина. Ну, каждому решать, что делать. Оставлять заявки по гарантии, писать в МЧС. Либо просто молчать и ждать манну небесную. О, тут он едет вниз. Хорошо. Первый этаж. Ой, вру. Эль нам нужно. Нулевой, так скажем, этаж. На уровень землей. Кстати, с режимом регенерации. Молодцы. Современный лифт. Расти каким-то образом, смукотить. Себе отжать. Вот выходишь, должен быть указатель сразу. Куда, чего. Тут ничего нет. Ну, понятно, что дальше не пройдешь. Но все же могли бы, но не смогли до конца. Уже большое количество техники припаркованной. Ну, вот ощущение, что окна они мыли. Но вот на коммерции до конца них не отмыли. Вот фасад вот так смотрится. Не скажу, что он криво. То есть, местами есть вопросы. Но, в принципе, в общем, нормально. Не как у большинства. Вот тоже, да. Вот тут у нас это что? Ну, а, это коммерция. Все, коммерции вопросов нет. А здесь место зеленения. Трава, которая, видно, на полях росла. А здесь у нас, друзья, очень прекрасное место. Смотрите. Обращаю ваше внимание на ограждающую конструкцию от застройщика. Знаете, у меня такое ощущение, что здесь то ли бомба взорвалась, либо они это блушное где-то купили на Авито и вот сюда привезли. Куда смотрит администрация, куда смотрит сам застройщик. Как говорится, ни стыда, ни совести. А что мы видим здесь? Мы видим монолитное перекрытие. Монолитное к нему прикреплены стойки, на которых крепится, соответственно, сам винтфасад. Вот он утеплитель. Утеплитель закрывают специальной тканью на грибках. Балконы. Вернее, да, лоджии, соответственно, балконы. Балконы здесь, да, закрытые, стекленные, холодные. А тут тоже, вот он на люльке. Вот тут, не дай бог, что-то упадет. Вот реально кому-то на голову прилетит. Ну и вот так это все выглядит. Забор, конечно, выше всяких похвал. Просто выше всяких похвал. Не понимаю, почему вот так, вот так это можно делать. Почему не поставить новый учет денег, что ли, нет? Экономите вообще уже на все. Просто какой-то стыд и позор. Ну и, конечно, напротив, вы будете лицезреть промку до конца своих дней. И ваши дети, и дети ваших детей. А самые интересные по мне дома, это вот эти свечки, три штуки, которые хотя бы похожи на куба. Хотя бы могут каким-то маленьким процентом оправдать свое название. Вот здесь угловые окна интересные. А так, конечно, название по мне не оправдывается. Просто не оправдывается. Никакой это не куб. Обычный человек. Человейник. С квартирографией, которая говорит лично для меня о том, что это не семейный проект. А это проект обычный для квази-инвесторов, которые покупают в ипотеку на 30 лет, чтобы сдавать квартиры в аренду. Либо потом продать и типа считают, что они на этом заработают. Ну а теперь давайте считать вместе. К примеру, два года назад здесь приобрели квартиру не за 9 миллионов рублей, а за 7. Сегодня у застройщика 9 ты продал за 8,5. У тебя полтора целых миллиона есть. Продал ты за 8,5 миллионов. И ты уже даже такую же новую не сможешь купить, потому что у застройщика она стоит дороже в ипотеку, по семейной программе или по IT с льготной ставкой. А у тебя такой ставки нет. И вот разве можно сказать, что ты на этом заработаешь? Я, например, честно не могу это сказать. Потому что я не понимаю. Знаете, раньше были времена, ты купил квартиру за миллион, через 2-3 года продал за 2, миллион положил в карман. Или купил там 2 квартиры по миллиону. Вот это называется заработать. А так ты просто по мне сохранил свои деньги. Поэтому говоришь, что кто-то заработал. Нет, друзья, вы не заработали. Вы просто сохранили свои деньги. А чтобы продать, нужно сделать хороший дисконт. Знаю, кстати, кто хорошо и быстро продает вторичную недвижимость. Вот этот парень на вашем экране. Если вам нужна в этом помощь, оставьте заявку на adriartemov.ru Специально для вас обхожу прекрасный комплекс, чтобы вы видели, что находится вокруг. Потому что можно видеть красивые картинки. А по факту это все совсем-совсем по-другому. Вот видите, здесь какие-то склады. С другой стороны промка и лэп. Вот смотрите, территория застройщика, она вот по этот забор. Вот это все, никто ничего с этим не сделает. Потому что это принадлежит не застройщику. Соответственно, вот это у вас все останется считательно всю жизнь. Навсегда. Потому что застройщик сделает только ту территорию, которая на данный момент принадлежит ему, пока он не передаст вам после сдачи. В общедалевую собственность. Да, но вот эти домики по мне поприятнее, чем вот эти длинные, которые к кубу никакого отношения вообще не имеют. Для меня здесь есть плюсов, что в двух с половиной километрах метро Московское. Но, честно, минусов для меня лично больше. Потому что рядом промка. С другой стороны промку это, знаете, не застроит. Никуда на ней денется. И вид останется такой на долгие годы. Не построят здесь какой-нибудь стометровый еще один дом. Самолеты, видно, как взлетают. Тоже, наверное, кому-то нравится, кому-то, может быть, и нет. Также напомню, что есть здесь вопросы к социальным объектам. Новостройки есть, а социальных объектов в нужном количестве, к сожалению, нет. Такая колючая проволока. Выезд из паркинга. Вот как он выглядит. Вот смотрите. Вот заезд и выезд. Вот это расстояние. Смотрите, как вам. По мне как-то очень специфически сделано и очень круто. То есть ты вот отсюда, вот сюда должен проехать. Здесь какие-то нужно ограничители ставить. Посередине, чтобы никто навстречу не вылетал. И вот ты, получается, вот смотрите, друзья. Вот сюда подходим. Вот отсюда, по идее, должен выехать. И вот так едешь, 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 едешь. А у тебя здесь все заставлено. Сейчас ты заставлен на машину. Потом вообще все будет заставлено, потому что парковаться-то негде. Не каждый себе может позволить приобрести парковку. Тут грузовик едет там. И вот здесь будет собираться пробка уже прямо на выезде из вашего паркинга. Я полагаю, будет так. Ну и, вон, знаки тоже поотваливались. Да, конечно, странное решение здесь с выездом. Очень странное. Кстати, интересно, это застройщику корысти, приближители к соседнему комплексу, тоже вопрос. Ну, строй городок. Но зато, вот смотрите, здесь мы с вами гуляем по территории. Здесь мы видим продуктовый магазин. Палка-маркет, шавермы. Тут уже есть, друзья, все для вашей комфортной жизни. Красное и белое. Сеть магазинов пива, табак, кальяны. Пункты выдачи и даже есть аптека. В шаговой доступности. Первое время, понятно, откроются пункты выдачи заказов коммерции, потом пива, потом шавермы или сразу все вместе, как это часто бывает. Пекарня, мишка. Ну, ничего себе. Когда с любым жилым или нежилым зданием есть заправочная станция, какая бы она ни была бы, то всегда, возможно, будет какой-то запах, когда ветер будет вдуть в вашу сторону, когда будут заправляться машины или когда будет приезжать бензовоз. Поэтому, конечно, было бы здорово перед покупкой уточнять розу ветров у застройщика. И вот даже вот такой высокий, 4-х или 5-ти метровый забор не поможет. Есть система допуска. Вот, видимо, она не работает, а вот все эти провода, слаботочки. Чуть более месяца назад сдали, уже все так. Ну, и, конечно, если вот сюда наверх посмотреть, то здесь, конечно, с фасадиком, с подрезкой плитки не так все хорошо. Ну, и вот тоже передача квартир. Знаете, вот ощущение, что они как в аквариуме. Все вот за стеклом, и там сидят люди, надеюсь, у них там есть кондиционеры. Но, естественно, в соответствии с законом энергоэффективности каждый объект должен иметь табличку с классом энергоэффективности. Там прямо в федеральном законе прописано, как она должна выглядеть. Но почему-то здесь в данном объекте мы видим классом энергоэффективности B высокие, но при этом она напечатана на принтере. Табличек не хватило. Ну, и, конечно, когда смотришь вот на такие стыки, прям первый этаж, как это сделано подрезка, когда шатаются плиты, панели вернее, да, плитка вот эта. А это керамическая, друзья, плитка. Ну, о чем можно говорить. Приямок подперли вот так палкой. Аккуратно спускаемся вниз. Тут какие-то подтеки. Ну, вот здесь смотрите, что у нас, друзья. Вот кирпич, гидроизоляция, все во влаге. Тут уже видно, видите, то ли переделали, то ли это вот так оставили. Пленочку забыли снять. Вот для вентиляции такая труба. Комары летают. Тут все открыто. Встречает нас сразу вода, грязь и влага. Вот такой подвальчик у вас. Опа! А это что у нас за трубу, тоже непонятно. Да. Вот так выглядит подвал. Шикарно. Здесь от влаги уже разрушился слой штукатурки. А вот от технологии мокрого фасада, вот она, сетка видна, за сеткой утеплитель. Что будет с утеплителем? Правильно, его уже не будет. Ну, и обратите внимание на лестничный марш, который вылили профессионалы застройщика RST. Ну, и смотрите, здесь как классно все штукатурили. Сеточку. Тут есть, тут штукатурки нет. А палубка осталась. Фантастика. Нужна помощь с недвижимостью. Обращайтесь. Друзья, рад был вас с их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok